Привет, народ! С вами Фенаргот, и пришло время поделиться свежими новостями по Dota Auto Chess, а в особенности по мобильной версии, геймплей которой просочился сегодня в сеть. Поделюсь с вами деталями бета-тестирования и так далее, поэтому не забываем лайки, подписки, ну и, кстати, спонсором данного видео является CyberBet, пожалуй, лучшее место, где сейчас можно заработать тупо смотря матчу по Доте. Скоро, как вы помните, миноры и мажоры, поэтому не упустите свой шанс, ссылка есть в описании. Так, что у нас по последним обновлениям в основной версии? Были забафаны чернокнижники, понижено магическое сопротивление от бонуса на Ак на 5%, у орков увеличили бонус здоровья, щиты рыцарей понерфили, и теперь они не срабатывают на персонажей в Хексе и так далее. Убийцы теперь быстрее вступают в бой, базовый урон фантомки снизили, скорость полета снаряда УДК в форме уменьшили, ну и дальше по визуалке. Стоит отметить, что на эльфов чуток забили, а я в последнее время тестирую свою обновленную страту эльфов через друидов Нак и двух бестов. Работает идеально, ибо эльфов на данный момент никто не собирает. Можете обратить внимание на данную стратегию. Вам нужны 4 друида, это Инча, Лун, Друид, Трент и Фура. Также вам нужны 6 эльфов. Два уже есть из друидов, и к ним добавить Луну, Антимага, Мирану и ВР-ку. Именно этих персонажей, ибо Мирану редко берут, ее легко сделать третий, а после последних фиксов она очень годно работает. Ну и добавить вдогонку ко всему этому Бедузу и Тайда. Помимо бонуса Нак, у вас также будет и бонус Хантеров. Кажется, что собрать сложно, но это не так. Практикую очень часто и работает на ура. Ладно, перейдем к мобильной версии. Я веду активную переписку с разработчиками, и на данный момент к концу подходит первая стадия альфа-тестирования. Все участники не имеют права разглашать его детали, но, как многие уже успели заметить, какие-то китайцы не удержались и выложили геймплей в сеть. Просто начали это стримить. В итоге разработчики поняли, что ничего с этим уже не поделать, и игру теперь разрешено стримить. Вы можете смотреть их на китайском стриминговом сервисе по ссылке в описании. Там, кстати, немало стримов сейчас идет по мобильной версии. В общем, в ближайшее время начнется второй раунд тестирования, в котором мы постараемся принять участие нашим сообществам. Так что не забывайте следить за новостями и подписаться на паблик. Ну и, кстати, про конфеты не забывайте. И по ссылке в описании вы можете моментально получить конфеты в Dota Auto Chess на очень выгодных условиях официально от разработчиков, потому что мы являемся партнерами. Что же касается геймплея мобильной версии, он очень сильно приближен к оригинальной. Главное отличие — это новый дизайн персонажей и ограниченный экран. Как бы то ни было, в альфа-версии уже есть внутриигровые шмотки, рейтинги и многое другое. Так что, по сути, скоро стоит ожидать выхода бета-версии. В игре, помимо всего, что есть в Dota, также имеется и система прогресса, уровень аккаунта и многое другое. Скорее всего, за это будут даваться ништяки в виде конфет. Ну, вспомните, к примеру, сравнение PUBG Mobile и обычного PUBG. В мобильной версии есть дофига всяких бонусов и интересностей. Создатели игры также отметили, что не планируют в ближайшее время добавлять больше скинов, потому что хотят сосредоточиться на улучшении геймплея. О вселенной игры разработчики говорят так. Мы создаем вселенную и пишем новые истории для мобильной версии и всех ее персонажей. Так что, скорее всего, Valve разрешили создавать авторам кастомки свою собственную игру. Хоть когда вы и загружаете кастомку в Workshop, она принадлежит юридически Valve. Но при этом они запретили использовать лор и персонажей из Dota. О разработке AutoChess разработчики говорят так. В данный момент мы стараемся сделать так, чтобы игровой процесс на мобильных устройствах был таким же, как в компьютерной версии. Но мы всегда готовы использовать новые идеи. Мы четко знаем, что является основой нашей игры. В ней будут появляться новые режимы и разные ожидаемые функции. Но превращать наш проект в непонятную мешанину из всего сразу мы не хотим. О скинах же они говорят так. Мы оставим в игре облики на курьеров, но добавлять скины для фигур мы пока не собираемся. Мы начнем думать над этим, когда основной геймплей AutoChess будет достаточно отполирован. Собственно, как-то так. Дальше я просто оставлю вам несколько минут геймплея. Так что напоминаю вам, что следить за всем этим можно в нашем паблике. А также до скорых встреч. С вами был Фенаргот. 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 Звучит музыка. Поехали! 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...